слышали этот хлопок сразу сразу пошел рэп да пошли улицы пошла вот эта рифма ям хорей чё там еще у вас видео самый главный певец города краснодара сразу после анны нетребка пелси вы познакомились в магазине чили если кто-то из краснодара и вам тоже как и нам за 100 вы помните этот прекрасный подвал в подвале однажды я встретила человека который думал что он джей-зи перемещался по площади вот так я никогда так не делал мне очень нравится джей-зи но вот этого не было никогда а мы посмотрим вот так что мы масоны сейчас поползут сплетни уже были сплетни что айза масон и джиган кстати я долго смеялась айза и масоны джиган одновременно такой человек что айза и джиган масоны кто там за масоны остальные тогда если айза и джиган кто там куклачёв это самые неожиданные люди да кто там еще масоны айза и джиган куклачёв и пенкин укупник собрались масоны на блэть рождественские встречи Аллы Пугачёва и как тебя там называть джиган филчанский джиган филчанский попроси этот звук не нужен на концерты человек который будет это делать у меня бабич да у меня тоже есть другие соведущие но ты же здесь в серёжа в сорок седьмой раз пытаюсь закончить свой спич популярный пиве ты композитор автор текстов да ты прям как Раймон Паукс вот этот замечательный человек по совместительству мой друг детства по совместительству офигенный парень подготовил мне новости из мира рэпа для того чтобы мы с вами немножечко как бы сменили вектор давай ну подожди а мы тебя читаем обсуждаем только не сломай ладус моих рук а что это это samsung galaxy это samsung galaxy z flip краш смотрел начинаем новости новости позавчерашние специально каннивест проголосовал сам за себя на выборах президента и более того он вписал в себя бюллетень потому что там где он голосовал его имени не было и знаешь столько голосов он набрал два свой и мой я уже много лет голосую за каннивест в принципе во всех выборах вот угадайте сколько голосов он набрал миллион два тринадцать четыре сорвендесят три я читал написано 60 тысяч голосов это же очень мало если бы каннивест не зашизил так много раз в последнее время там со своим тем же твиттером да где он то смайлики выложит о горит я вам всем устрою то то город построю то ким побил то дочка прости и все таки а нахера нам такой нестабильный нужен у нас своих проблем сколько таких же вот сумасшедших которые могли бы поддержать ну и вот 60 тысяч оказывается вы вывели статистику сумасшедших потому что маргинштерн генерит трафика столько же сколько слова спорт еда и жизнь то видимо много президент маргинштерн становится нашей новой реальностью прикинь реальность все несовершеннолетние можно было бы давай соберем правительство нашей мечты президент маргинштерн давай премьер тимоти культуры джигант 100 процентов нет почему мы опять набираем какой-то к клип блокстара нет оксимирон министр иностранных детств у меня там есть подвязки в лондоне да да министр здравоохранения кто вот маргинштерн нет джигант джигант он и ментальная и нормальная мвд гуф гуф я считаю что мы бы идеально жили мой рэп вопрос для тебя как тебе кажется в какой час мы период тимати наблюдаем тимати же было много периодов период каньевеста у него был очень активный когда снимал клипы похожие на каньевеста есть клип как-то как-то он называется то ли легоси то ли наследие где к тимати к розетке подключают конце клипа ты видел это где он скачет на лошади путем ездит на лодке это был путь да возможно я путаю они очень похожи мы решили все-таки закрыть это тимур ударович вы не хотели понятны что там есть некий там байт скажешь не то что он там ой тире будет каньевест байт байт ну типа кусочки откусил типа 5 байт на рэперском телеграм песни там понятно есть где там чё подрезан так чтобы он что-то стайлак прям 11 снимал нет мне кажется он свое что-то там мутит очень это же главный рэпер страны он же легендарен как пинг флэйт по собственному признанию я думала что он меняет рэп культуру и влияет на всех рэперов я провоцирую сейчас да проехали едем дальше позвони мне алло это тимати ты пересекаешься с тимоти я его боюсь а ты как называть будешь тимур альдарович нет я его говорю бро лил вейн поддержал дональда трампа так после чего его девушка выложила в этот пост серии и тогда любви недостаточно отписалась от него в инсте он отписался от нее и они расстались из-за политическому по настоящему ну типа вот такая новость такие заголовки но есть вроде как уже опровержение что нет она в твиттере написала что-то неправда типа ну вроде как ты правда а там еще 50 цент влетел ну конечно и куда же без фифтика всего лишь ему 17 лет а сколько лет фифти сенту сейчас 50 лет лил вейн но ему всегда было 60 на вид лил вейн был взрослым 40 с лишним я видела баста райнс недавно похудел накачал 8 кубовый пресс и стал хорошо прекрасно выглядеть и выпустил альбом это моя следующая новость мы к ней перейдем не сбивай мне все не сбивай а что происходит сейчас с фифти сетом он жив он здоровый фифтик снимает сериалы квартиру квартиру в митина ты чё не видела power супер крутой сериал по несколько лет он же по моему последний сезон на не про него это он продюсер сериал он там снимается у него второстепенная роль очень классный сериал посмотри пола рекомендуем рэп сериал да и еще какие-то он запустил но я еще не видел он чисто вот энтертейнментом занимается хорошо тимбаленд помнишь такой-то блин недавно видел в инстаграме реклама что тимбаленд там продает курсы битмейкинга мелодия помнишь ли ты такого персонажа как юркис скоро знакомые юркис это какой-то сын а это сын чувака который стим был эндом что-то там записывал и он плохо пел я тебе рассказываю мальчик юркис чей-то сын сын какого-то важного человека уважаемого и родители хотят чтобы он был ребенок-звезда и поэтому пишут ему песни которые почему-то никому не нравится сейчас ты поймешь почему но мы-то знаем чей ребенок-звезда крутая яна рудковской а кстати дочка глюкозы привет вчера и родители мне очень хочется поделиться и ссылкой и видео и роликом я боюсь что кто-нибудь подумает что это рекламная акция и начнут эту девочку там типа подумают что глюкоза для попросила нет офигенная голосистая звонкая девчонка и оказалась дочери глюкозы она вообще выглядит абсолютно максимально не как глюкоза и очень прикольно поет петарда никак не глюкоза ну ладно у глюкозы другой стиль она и жужужу 13 лет а вот юркису пишут другие люди у него на разогреве выступал тимбалент у юркиса у юркиса сейчас ты услышишь что поет юркис а тимбалент приехал а афиши то по городу висели пение юркиса смотри какой хороший Достань мне Юркиса. Край, что Юркиса сломал. Решил Юркисом Ливан. Тверд под Юркиса. Нарисую тебе, да, деньги? А я кибарь его. В общем, пока вы тут с Ливаном Горозией записываете какие-то там песни, сводите какие-то ваши, что там сводите, биты когда-то накладываете. Вот у человека Дим Балент выступал на разогреве. Что ты лезете в окно, не пойдете вы в кем-то. Я вижу, что Дим Балент не очень повлиял на это. Становление. Становление его. Я вообще не понимаю, из какого гроба они взяли этот мотив, эти слова. Масляков? Да, реально, это голосящий Кевин. В конце этого выступления им принесли фигуру голосящего Кевина в золото. Это был Дим Балент. Фигуру вынесил Дим Балент. Нет, он был фигурой. Себя вынес. Судя по всему, они это могут. Судя по тому, что он выступал на этом разогреве. Алло, Дим Балент. Это Юркинс. Мне нравится... О, знакомые слова. Какая злобка. Карди Би забрала заявление. Разводит с Эппом. Они же собирались разводиться. Она подала заявление. С развода не будет? Ой, какие рэп-новости теперь. Кардечка. Я знал, куда идут. Кардечка решила разводиться с офсетом. Они оба решили, что-то психанули. Ну, по бытовухе, я думаю, не подели. Кто посуду мыл. Ну, там реально, у кого трек в топ побыстрее вышел. Ну, такие классические вот эти вот батареи. И тут на день рождения кардечки офсет, уже будучи в статусе бывшего мужа, ну, неофициально бывшего, дарит ей, но он с новой. А, я думал, это баннер, который... Людмила, с днём рождения. Нет, там вообще, по-моему, была какая-то тема, что билборд какой-то там с днём рождения, там, карди бис. Ну, я где-то видел, думаю, что это шутка какая-то была тоже, но я видел какой-то билборд поздравления карди бис днём рождения от офсета. Причём, знаешь, где-нибудь в Армавире. Баннеры? Роллс-Ройс. Столько внимания. Ну, конечно, кардечки на сердце тоже, она ж не карди. Потом они тусили нормально на днюху, я видел какие-то сторис где-то там, она вообще даёт. Когда сосок у неё вывалился, потом... Вот. Ну, то Соболев очень смешно. Да, я видела, это очень просто. Соболев вообще красавчик. Карди Би молодец, я рада, что у них со фсетиком всё будет хорошо. Счастья, здоровья, долгих лет. Свет до любого. Мне бы кто баннер подарил. Блядь, надо заказать баннер позавчерашних новостей. А это сколько стоит? Где? Везде. В Краснодаре. У тебя есть знакомые? Максим, третий, мне стоит на ресторане на месте. Охереть, спасибо. Ребята, это был краснодарский выпуск позавчерашних новостей. Сегодня мы в слайд похохотали, немножко я поплакала, потом узнали немножко из мира рэпа. Кстати, ты сейчас как музыкальный гость исполнишь завершающую интерлюдию, правильно? Ну, мы как на Урганте. Мы порепетируем Урган. Вот, допустим, тебя позвали. Одна рука, одну руку пожать. Кстати, я же знаю Урган. Иван, я иду. Только баннер не сделаешь. Вот тебе. Не Урган. И начинаем. На вылет. У-у-у, я хотел бы не знать тебя, но это так обязательно. Как тверкаешь, так и пою. Это были позавчерашние новости. Пока. Лайки поставьте.